У Александра Шлеменко немало талантливых учеников, которые исповедуют его ударный и зрелищный стиль. Школа Шторм выращивает техничных и ярких бойцов, и сегодня пришло время познакомиться с одним из них. 11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам I'm on Selection Online. В одном из главных боев турнира в рейш вышел чемпион Сибирско-федерального округа по смешанным единоборствам Александр Подмарев. На его счету было 7 побед в 10 боях, и также он являлся чемпионом России по ММА среди студентов. А соперником Александра стал чемпион Азии по ушу Саньда и чемпион России по панкратиону Шахрун Илхомов, чье боевое прозвище было «Узбекский танк». Боец из Узбекистана в синем углу по прозвищу «Узбекский танк» Шахрун Илхомов. И его соперник в красном углу. Ему также 25 лет, официальный вес 93,3 килограмма, рост 186 сантиметров, профессиональный рекорд. 7 побед, 3 поражения. Он чемпион Сибирского федерального округа по ММА. Чемпион России по ММА среди студентов. Финалист гран-при «Беркут Ян Иглз». Представляет авторскую школу «Шторм» Александра Шевенко из Омска. В красном углу Александр Подмарев. Омск, Россия. Заряжено, когда у бойца на бой. Ждем, ждем. И доверили бой двух полутяжей не самому большому нашему рефери Евгению Ильи. Да, разнимать будет тяжело, если что. Смотрите, такой бой взглядов. Что-то будет, дорогие друзья. Шахрун Илхомов по прозвищу «Узбекский танк» против Александра Подмарева. Одинаковый возраст у спортсменов по 25 лет. Молодые полутяжи. Сам расцветил одинаковый. Да, и рост. Единственное, Подмарев на 6 сантиметров повыше своего оппонента. Итак, поприветствую друг друга бойцы. Начинается наш поединок. Внутренний лоу. Сразу внешний. Начинает окучивать лоу-киками ближайшую к себе ногу соперника Шахрун. Еще один лоу. Подмарев отвечает ударом в голову. Пошел размен ударами. Довольно жестко так отвечает Подмарев. Просвестил удар просто рядом с ухом Александра. Нужно быть на чеку. Это полутяжелый вес. Тут каждый удар это может быть нокаут. Да, сейчас удар на удар идут. Пока никому не удается потрясти своего оппонента. Но уже был у нас жесткий. Лоу-киками начал врубать и Подмарев. Очень высоко держат руки оба спортсмена. Понимают, что удары тяжелые. В боксерском стиле сейчас проходит поединок. Никто излишне не рискует. Ну да, тут никто не хочет пропустить. Ну да, опять сейчас разменялись. Еще один. Вот он, Мушу Сань, да, во всей игросе. Да, хайкик пытался запустить сейчас ухомов. Но не подготовлена была вот эта атака. Удалось, поборю, уйти. Пока у нас идет бой такой плотный в стойке. В каждый удар вкладываются оба оппонента. Еще один мощный лоу от Подмарева. Тут же встречает его и ухомов. Да, ухомов подлавливает. Вот сейчас жесткий удар пошел навстречу от Александра. Пробивая лоу, всегда нужно помнить о защите головы. Непроизвольно, как правило, опускаются руки, когда бьешь лоу. И тут-то могут тебя, наверное, там и подловить. Хайкик. Пять удар на удар. Корпус постарался ухомов пробить. Еще лет, наверное, 5-7 назад был очень распространен прихват ноги во время, когда наносил соперник лоу. Его оппонент прихватывал ногу и пробивал правой прямой, например. Сейчас таких почему-то прихватов становится все меньше и меньше. Видимо, стали переводить на голову, потому что с лоу-киков люди. Это приводит к жестоким нокаутам. Вот как раз и удалось Александру выполнить ваш план, Григорий. Но да, он поднялся шахруну. Очевидно, не планируют бороться ни один, ни другой. Вполне их устраивает стойка. Ну да, они сейчас испытали друг друга на прочность. Понимают, что могут они рассчитывать на свой удар. О, Александр, преимущество в росте, в длине конечностей. Может работать с более дальней дистанцией. Шахрон, наоборот, мне, думаю, заинтересован в более близком поединке. В таком боксерском стиле. Хороший удар в область груди пришел сейчас. Мидл такой. Да, устоял, устоял шахрон. Не зря он носит боевой псевдоним узбекский танк. А, видно, прекрасная база у Шусенда, о которой мы с вами говорили. Очень закаленный, видно, именно в рубке боец. Стоит прочно. И ни одна мышца на лице не дрогнет от таких тяжелых ударов. Это дорогого стоит. Далой сейчас под Мореву прихватить ногу своего оппонента. Валит у него на канвас. Попадает в корпус. Моничный удар в корпус какой прошел сейчас. И начинает трейсинговать своего оппонента Александр. Проходит гард. Совершенно не опасаясь треугольника, он так вошел уверенно в гард. Сейчас весом просто подавляет. Видно, что Александр немножко потяжелее. А вот это прошел сейчас жесткий удар. И зажимается Тома в глухой защите. Это опасно для него. Да, через защиту пробивает Подмарев. Но тут и через защиту такие удары, что ощущает. Слышно аж здесь на нашей командарской позиции такие увесистые плюхи. Да, при том, что мы находимся не у ринга, не у рейджа. Нам все слышно. Жесткий удар сейчас надо, конечно, что-то шахуну придумывать. Но 30 секунд остается. Подмареву надо пораспортовать. Вот момент сейчас чтобы. Вот уже предупреждает рефери, что активнее защита. Встает, встает. Встает шахрон. Да, Илхомов. Нужно резко разворачиваться как-то или, может быть, кувырок делать. Да, сделал бы кувырок сейчас, конечно. Чего вот ждать, пока тебя накормят вот такими вот историями. 10 секунд. Все, проходит туда под руку. Прекрасно бьет Александр. Колено в корпус. Так, а вот сейчас, кстати, еще в корпус. Да, ну в корпус. В корпус убьет. В корпус разрешено. Но пережил. Пережил эту атаку шахрон. Да, не стал Евгений останавливать поединок. Ну, в принципе, там, да, не было ничего. Такого прям совсем критичного для Илхомова. Поэтому вполне логичные действия рефери Евгения Ли. Да, жесткий бой у нас. Очень хороший. Плотный. Яркий. Что ж, да, пока корни оправдывают выданные им авансы. Александр Шлеменко встал с своего места в подсчетную бою. Перепозировался подружу к дубу. С своего подопечного. Делать ему несколько советов. Концовка Топорев забрала. Атаку, в принципе, первый раунд выиграл. До вот этой последней выгоды. Да. Сейчас он достойно встречал все атаки Александра. Сам атаковал еще здорово. А вот в последние минуты, конечно, разве этот парен был однозначный. И был близок к дорожению Шахру. Вот эти удары колена в корпус жесткие на последних секундах. Да, там прям парен уже прилетел. Мне просто показалось с нашего ракурса, что первый удар там в голову прилетел. Но нет, там даже близко этого не было. Все, приходилось в ребра. Готов? Готов? Так, второй раунд. Подбит глаз у Шахруна. Поджимает своего оппонента Подмарев. Есть левый прямой, попадает в цель. Ответная комбинация. Шахрун, но тут же такие два удара в ответ ему Подмарев отвешивает. Да. Есть прихват. Опять, да, была попытка перевести своего оппонента в партер от Александра. Колено пошло с тайского клинча. Ух, жесточайшие удары какие. Но Шахрун стоит, как скала, выдерживает все. Видим, прекрасный именно такой кикерский опыт у Шахруна. Все ни почем. Абсолютное спокойствие на лице. Чувствуется, что и не через такое проходил. Старается, старается отвечать Шахрун. Очень уж размашисто. Я думаю, что Александр видит за километр эти его удары. Отвечает сам, зажимает своего оппонента. Вот сейчас постарается сделать тейкдаун. Почему бы и нет? Да, получается. И он же фулмаут. О, фулмаут. Да, это тяжелая ситуация для бойца с Узбекистана сейчас. И вот тут, в принципе, есть все шансы закончить будет и срочно хотя бы тем же техническим нокаутом. Просто если... Ну да, бить и бить. Бить, 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 да. Тяжело бы сейчас Ухому вывернуться из-под Александра. Повыше нужно сесть. Александр высокий. Да, вот так вот сверху бить и ничего не сможет противопоставить. Ну что ж, да, похоже, сейчас конец боя мы наблюдаем. Не удается Шахрону вырваться. Вымахался явно сам Александр. Тяжелый был он ситуаций. И это технический нокаут. Евгений Илья останавливает бой. Александр Подмарев одержит восьмую победу. Спустя две минуты второго раунда турнира M1 Selection Online. Благодарит он Александра Шлеменко. Ну что ж, оба бойца авторской школы Шторм сегодня одержали победы в ярких боях. Вот как раз Мирисадыгов поздравляет своего товарища по команде. Очевидно, рад Александр. Как вы это поняли. Да. Уважаемые поклонники смешанных боевых ненаборств на второй минуте второго раунда техническим нокаутом одержал победу спортсмен из России Александр Подмарев. Авторская школа Шторм Александра Шлеменко Омск. Поздравляем Александра Подмарева, Александра Шлеменко, всю авторскую школу Шторм с этой победой. Шахрону Илхому огромная благодарность за этот плотный бой на контр-курсах. И всей команде, и твоему тренеру на стану Контору Шлеменко, который в зале. Поздравляем! Спасибо. И смотрим лучшие моменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»